друзья всем доброе утро 28 октября вот посмотрите что за моей спиной что у меня вот 28 октября время время на пол девятого так смотрю кот приходил по следам уже видно как вам красота правда красота в кавычках в общем то а снег липкий убирать его будет сложно хочу сказать сейчас переключусь на камеру другую что вот так вот выглядит наш участок уже 28 октября вы видите даже и все равно и засранец крот вот пожалуйста вылез гаденыш в общем нас вчера заметала мило мило все за металлом все снежный покров на снег с крышей съезжает класс вот так все 22 8 октября и уже прям снег не знаю обещают нам потепление пришло вообще пройтись думаю пойду пройдусь лопату возьму потому что мы только проснулись я еще даже кофе не допила вот не знаю как будет погода и нам обещают что во вторник среду у нас там африканская жара будет 10 11 градусов плюса потому что вот мы по работе по своей данной на которой я работаю естественно мы остановили срезку у нас все поля засыпало снегом вот но ожидаем что будет еще продолжение срезки не знаю будет или нет но обалдеть я вот не представляю как он сойдет этот снег тепло не холодно снега дофига я иду меня прям хорошо так снега то не знаю посмотрим будет или нет этому вчера с мужем шутили в общем то ну что сегодня опять за лопаты верну да мы соскучились по этому делу взяла лопату сейчас чуть-чуть я дорожку поскребу это просто я вышла чисто на такую разминку скажем тогда что я сейчас пойду допивать свой кофе я вышла просто посмотреть вот ну в общем то я к вам подключилась я надеюсь что поснимаю я вам влог немножечко рассказываю что они показываю возможно в общем то будем подключаться итак друзья мои всем большой большой привет в общем то сегодня воскресенье уже я вчера так больше не подключалась и время 12 дня сейчас мы уже и магазин съездили в общем то и сегодня у нас банный день так как мы уже воду отключили из шланга до шланги все смотали я имею ввиду в доме все вода есть баню подача воды у нас шла из дома то есть со шлангом мы наливали в баню там у нас сгорелась вода все мы уже все свернули хозяйство это все убрали в общем то мы все налили наполнили нас часто она греется такие знаете походных таких условиях ну в принципе мы вдвоем нас это вообще не смущает абсолютно мы принесли воды много у нас такие большие емкости для холодной для горячей сегодня у нас будет банный день мы просто ждем курьера вот должен привести нам огоньки потихонечку начали украшать вчера украшали беседку мы просто такую ленту светящуюся огоньками сделали чтобы хоть какой-то было праздничное немножко настроение такое для просто для настроения когда зима когда новый год вот и поэтому ждем это уйдем баню и курьер привезет потом в планах еще сделать елку у нас большая елка стоит за метр четыре наверное она здесь беседка рядом вот планируем тоже я все подбираю могу гирлянды подобрать все смотрю пока не определилась не знаю вот насчет нового года я не знаю пока где и как мы будем что дома или здесь но в любом случае даже если на новый год на 31 число мы будем дома как обычно все здесь все равно мы будем когда у меня отпуск будет я не знаю тоже я очень хочу отпуск взять на весь декабрь и плавно захватить январские праздники но пока трудно сказать получится это или нет не знаю как наш сезон мы подведем закроем все итоги подведем отчетные все совещания пройдут что нам скажут хорошо мы поработали или плохо остаемся или всем спасибо все свободны такое тоже может быть и с чем я войду в новый год я не знаю либо со старой своей работы либо новую придется искать пока в общем то все это сложно достаточно понять пока не в курсе поэтому планы могут меняться и так и так ну какой бы ни был расклад принципе мы к любому распаду готовы ничего не сделаешь ну а так по-хорошему конечно я очень хотела бы весь декабрь взять отпуск меня там дней хватает и уже после новогодних праздников выйти а там посмотрим итак чем я вчера занималась я конечно готовила много сейчас вот тоже продолжаю меня там готовится компот варится курица запекается и вода под макароны готовится варится смысле готовится вот утром пропылесосила двух комнатах чуть-чуть снег вчера мы кидали уже все было гимнастика ну и я конечно вчера красила пряжу красила пряжа она у меня еще на просушки я завтра поеду домой утром ну смысле я еду на работу отсюда для того чтобы мне отсюда поехать на работу я стою пол шестого вот что устаю 7 05 у меня электричка значит этому пол 7 уже выезжаем а сейчас холодно пока прогреется машина пока туда пока сюда вот поэтому я ложусь обычно воскресенье рано спать то есть в 10 я уже ложусь что если я не висплюсь я потом как это амеба сонная следующая неделя у нас три выходных будет отлично просто буду здесь конечно же смогу позаниматься больше своими любимыми делами опять же я думаю что у меня подойдет пряжа которую я использую под окрашивание пряжи и я могу спокойно побольше покрасить но там посмотрим не могу сказать пока ничего не знаю как пойдет должна пряжа это прийти потому что у меня уже запасы на исходе до осталось буквально на три окраски только на 3 мотка последний и вот надо пополнять поэтому я готовлюсь поэтому прям вот этих трех выходных мы ждем да то есть я жду и сюда приехать и повязать побольше и пряжи накрасить пока не буду вам ничего показывать нам не сохнет 6 моточков перемотала два из них будут желтые оттенки но преимущественно желтый цвет вот потом увидите кому интересно я покажу очень надеюсь что я смогу показать успею все это показать заснять ну это пока все подготовительно как я и говорила пряжа ручного окрашивания очень быстро пополняться не будет ассортимент поэтому это процесс достаточно долгий сложный кропотливый там подготовительных моментов очень много пока продукт поступит в магазин то есть он проходит слишком длинный путь я уже рассказывала в ролике вот что я вижу значит сейчас вот я взяла это на самый долгий у меня носок я взяла носок вижу это все вяжется у меня первый носок потому что не успеваю я вязать носки значит из чего я вижу девочки я вижу значит у меня бобина марушка а это стопроцентная ангоры вот голубой цвет и я ее поженила у меня осталась норка после вязания шапок у меня осталось норка от двух мотков у меня вот этот моточка еще вот этот большой тут можно связать мне кажется несколько носочков поэтому они остались и я их благополучно поженила потому что тону голубой все это прекрасно подходит вот и я вижу долго его я в принципе не тороплюсь с носками вот пушистик вижу я пушистик это дает пух конечно же норки норка это которая синяя этикетка у меня пятка у меня все связано уже да и я пошла вязать стопу уже по стопе но достаточно долго спицы номер три еще вот этим я вижу тройными которые обычные дешевые китайские спицы нормально они вяжут но конечно к ним нужно приноровиться привыкнуть у меня есть одни анди меня а у тогда дарила несколько лет назад одевать как-то они немножечко другие как-то с ними работаешь когда играм вот они вяжут как по маслу а вот с этими нужно немножечко приноровиться но это мне так кажется потому что ну не знаю почему так кажется они вот у меня как будто бы тормозят и как будто бы не вяжут поэтому я по чуть-чуть вижу его без особого фанатизма скажем так ну я надеюсь что вот выходные которые будут ноябрьский побольше я смогу конечно если я только носки бы эти вязала то я бы уже связала просто очень много дел когда я здесь всего два дня ты за эти два дня кучу дел вот так переделаешь да там стирка готовка уборка эту я вот раз даже не стирала готовка уборка мытье там какие-то бытовые другие нужды там я не знаю потом повязать охота и постоянно у меня я постоянно движение вчера я еще много времени потратил на окрашивание это тоже занимает достаточно много времени но это в радость то то есть я этим занимаюсь когда у меня есть на это настроение вот я партиями беру 3 мотка покрасила все у меня такой передышка я ввожу свои мысли в порядок думаю по сочетанию цветов по гамме и так далее вот поэтому тут тоже это длительный процесс так что вижу по стойку поскольку я могу значит дальше что у меня вяжется здесь на я сегодня продолжаю вязать шапку это мне надо шапку связать нашей маме вижу из остатка пряжи да тоже достаточно давно она у меня вяжется вот и вчера я за нее взялась когда довязала свою шапку здесь у меня пряжа ангора gold земли я связываю остатки и вот мохер какой-то такой пушистенький у меня есть еще в белой коробке в остатках еще этот мохер но он такой тонкий ну как может быть не его и хватит на шапку но у меня есть он еще его я вижу здесь но этот процесс шапочку надо уже довязывать и отдавать бабушки нашей чтоб носила дальше я вчера закончила шапку вязать из норки вот такая у меня шапка получилось она связана из двух мотков получается она у меня вязалась в 3 нити пух норки синий этикеткой девочки он видно что насколько он уже сейчас пушится но я его постираю этот процесс да эту шапку завтра вечером когда я буду дома вот я ее постираю она не стираная но она сейчас уже пушистая вот такая вот шапочка бенни с такой макушкой цвет такой баклажанчик в общем вот такая вот теплая она теплая значит я вязала в 3 нити и брала две дополнительных нитки ну две катушки у меня дополнительно вот резиночка один на один размер у нее хороший большой да на меня вот ведь я ее одеваю она мне достаточно свободно то есть 52 54 спокойно смело и свободно такая вот шапулька она хорошо прилегает к ушам и будет достаточно тепленькой девчонки шапочка так и следом за ней когда я ее закончила я это шапка связано кстати в рамках совместного проекта пушистый мир который идет в моей группе вязания статьяной если желаете присоединиться к нам конечно же будем рады вас видеть еще есть время для вступления следом за ней когда я ее закончила я начала вязать новую шапку также из пуха норки ну вот как я и говорила пух норки это вообще мою все теперь уже на зимний период из двух мотков две нити просто две нити даже без добавочной катушки она будет двойная шапка это пух норки желтой этикеткой нет этикетки выкинула желтая этикетка это я ее еще покупала в прошлом что в году или позапрошлым не знаю вот вот ну тут буквально только вот сколько три ряда резинка один на один она будет также вот как я вяжу из пуха норки двухсторонние шапки до цвет верхний 1 1 нижний цвет другой это будет однотонная но двухсторонняя такая же шапка то есть она будет супер тепленькой получится две нити сверху две нити подкладочная и она будет с подворотом вот этот процесс я забираю с собой я ему буду вязать завтра в дороге ну и так по возможности как время у меня будет дома вязать я буду его вязать не не считая того что да у меня еще там носки вяжутся изделия всякие плечевые и так далее ну в общем вот как то вот так все делаю максимально по возможности да насколько хватает времени сегодня в принципе таких у меня делал нет вся готовка у меня основная приготовлена сейчас говорю там что-то может быть еще сварю по мелочи это уже не настолько трудозатратно ну в общем вот это супер пушистым и кстати то что касательно пряжа значит на этой неделе я должна получить поставку норки artland там достаточно много ее на наличие будет я говорила по моему что одного белого цвета я взяла 4 упаковки то есть белый цвет это классика которая она всегда нужна потом вот светло-серый кстати вот такого плана вот как я начала вязать шапку светло-серый там еще в группе не выложен альбом этот цвет он появился я сразу его взяла либо три либо четыре упаковки я не помню 1 упаковка 2 упаковки желтый но желтый меня уже татьяна одну забирает упаковку и вот желтая потом там не выложим тоже цвет я себе моток возьму точно смотри может быть побольше возьму не знаю ладно посмотрим потом что еще пыльная роза там двух оттенков будет по 2 упаковки взяла в общем красивые будут цвета девочки также едет бога новые цвета кто записывался я на наличие не брала практически ничего по бога именно я взяла вот то что под заказ вултайм еще остался меня вултайм новые цвета поэтому в папочку зайдите все цвета есть там и по упаковке по моему есть что-то поэтому из вултайма моя подруга вяжет сейчас плечевое изделие я тоже брала себе вултайм на плечевую но вот со своей загруженностью я пока не могу и пока плечевые изделия да но не имея возможности начать потому что все-таки я хочу закончить хотя бы максимально подвести к тому что они пойдут на завершение до нового года два процесса у меня плечевых осталось поэтому не хочу плечевые пока начинать ну а там будет видно как говорится посмотрим не загадывая пойду в отпуск если буду здесь месяц сидеть то это вообще будет шикарно меня будет больше времени я смогу вязать красить и вязать и красить и посмотрим опять же мы предполагаем а там как получится вот пойду сливать свои макароны чтобы они не переварились возможно подключусь еще если вдруг не подключусь девчонки то до новых встреч и до связи